Конфликт Сербии и Косово обостряется. Встреча поколений журналистики в стенах Казанского университета. Как открыть свою космическую компанию? Основная сложность, конечно, сами технологии, потому что космос — это занятие очень простое и требует большой степени проработки технологического задела и хороших, компетентных людей. Всем привет! В эфире «Универньюз», а в студии Софья Власнова. Сегодня был подписан приказ о назначении Алмаза Мингулова проректором по хозяйственной деятельности Казанского федерального университета. До нового назначения Алмаз Мингулов занимал пост заместителем министра спорта Республики Татарстан. Прежде проректором по хозяйственной деятельности являлся Ленар Сафиулин. В Казанском федеральном университете состоялась лекция Олега Мансурова со студенчеством и профессорско-преподавательским составом. Какие темы затронул спикер в сюжете Амира Ахтямова? В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета состоялась лекция основателя и генерального директора частной российской космической компании CR Space Олега Мансурова. Спикер выступил с лекцией на тему тренды мировой космонавтики. Как построить космический бизнес в России? Мероприятие прошло в рамках цикла авторских лекций и встреч «Открытое общество». Космическая отрасль, какие есть тренды и как создать частную космическую компанию у нас в России на примере нашей компании CR Space. CR Space – это частная российская космическая компания, производители ракет-носителей сверхлегкого класса, орбитальных и суборбитальных, малых космических аппаратов спутников и спутниковых группировок. Данная компания создана в июле 2020 года молдавским предпринимателем Олегом Мансуровым. Основная сложность – это, конечно, сами технологии, потому что космос – это занятие не очень простое и требует большой степени проработки технологического задела и хороших, компетентных людей. Сразу после лекции состоялась встреча с руководством Казанского университета, где обсуждалась возможность дальнейшего сотрудничества. Амир Ахтямов, Фариз Ахидаглы, Универньюз. Международный день телевидения, день рождения университета, юбилея телеканала – все эти праздники являются значимыми для Казанского университета, которые никто не может оставить без внимания. Как Казанский федеральный университет праздновал значимые даты, узнаете далее. И в первую очередь я хотел бы сегодня напомнить, что сегодня день рождения Казанского федерального университета, что вдвойне приятно и делает наш праздник вдвойне многократно более значимым. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского федерального университета прошел ряд встреч, приуроченных к 218-летию Казанского университета, 10-летию телеканала Универ-ТВ, 45-летию университетского телеканала и профессиональному празднику День телевидения. На мероприятии присутствовали старожилы журналистики, а также будущие журналисты. В начале мероприятия с торжественным словом выступил Ленар Сафин, ректор Казанского университета. Мне очень хочется, во-первых, поздравить всех наших педагогов, весь профессорский преподавательский состав, кто обучает на факультете журналистики наших будущих телевизионщиков, поздравить наших коллег, потому что благодаря им, наверное, и их заслугам держится вся вот эта история. Ну и, конечно, наш круглосуточный канал, который действительно вещает, будем говорить, на регионы и уникальная площадка для того, чтобы рассказать о том, как живет Казанский федеральный университет. Конечно, поговорили о важности научно-просветительского контента, производимого университетским телеканалом, а также затронули тему формирования культурного образа молодежи. Искренне благодарна за то, что вы меня пригласили в моем лице, вы лишний раз подтвердили, что мы с вами давние партнеры. Я надеюсь, что у нас будет очень большое количество проектов. Фарид Шаги Ахметов, бывший руководитель ТАТ-Медиа, а ныне технический директор акционерного общества ТАТ-Спиртпром и Эдуард Хайрулин, заместитель руководителя медиахолдинга ТАТ-Медиа, также были приглашены на сцену для торжественной речи, как люди, стоявшие у истока взорождения телевизионного мира. Гости поделились со студентами своей историей и дали студентам важные советы. То, что университет всегда вкладывал в оборудование, в технологии, это было на самом деле здорово, правильно, и вы продолжаете обновляться. Но самое главное, это всегда остаются люди, те, которые работают на том оборудовании, который есть. Поэтому для обучения студентов, безусловно, важно и нужно, чтобы помимо технологий современных, нужно обучаться методике подать информацию. Я желаю, чтобы нынешний универ, большой универ, универ ТВ, в них всегда находилась такая комнатка, где биение жизни бы не кончалось и распространялось по всему городу, республике и Российской Федерации. Спасибо. Также выступил Владимир Кощенчук и рассказал студентам о совместных проектах. Благодарю вас за предоставленное слово. Я очень рад находиться в стенах университета, на вашей кафедре. Мы действительно давно сотрудничаем, любим друг друга, обменяемся контентом, принимаем ваших студентов на практикоориентированные занятия. На мероприятии присутствовали Вячеслав Мухачев, Владимир Матвеев и Татьяна Завалишина, люди, стоявшие у истоков работы университетского телевидения. Вот с дядей Славой, с Вячеславом Викторовичем, мы снимали сюжеты, передачи о Цветаевой тогда столетии, как раз ее было, о Шаляпине, которая отсюда родом. Вот ходили он с камерой, я с текстами, мы снимали, тут показания ходили, бродили, снимали. Андрей Кузьмин и Айгуль Мирзояновы, сотрудники телекомпании «Эфир» 90-х, начало 2000-х годов, с теплотой вспоминали то место, где, по сути, и зародился «Эфир». Моя жизнь в телевидении началась с этой пресловутой комнатки рядом с туалетом. Айгуль, наверное, твоя тоже. Мы вместе. Айгуль чуть раньше, я, наверное, на полгода, месяцев на восемь попозже пришел. Насмотревшись в телевизоре, вот таком рябящем, как-то это с антеннами, у себя на Айгуль, думаю, блин, там так классно ребята работают, и вот моя жизнь действительно началась именно так. Просто я хочу сказать, что всем было все равно, где находится Универ ТВ, где находится, в принципе, тот источник, который тебя так вдохновляет. Я не знаю, насколько сейчас согласны студенты, находясь вот в таких условиях, да, на коленке делать телевидение. А всем сейчас нужны какие-то уже, ну, более-менее приличные зарплаты, хорошие условия, да. А тогда нас это вообще не останавливало. Может быть, потому что это было, ну, как-то тогда ощущалось, как что-то, что меняет мир. Это была фантастика вообще. Фердус Гималдинов и Абдулхак Бутюшов, продолжатели вещания из республиканских телеканалов, тоже поздравили Казанский университет с днем рождения, а также поделились со студентами своим опытом. Владимир Владимирович, который сегодня возглавляет Универ ТВ, мы вместе начинали в Челнах тоже строительство телевидения. Мы много лет вместе проработали. Или Хазиев есть, сейчас тоже здесь универ ТВ работает. Мы тоже вместе на Челны ТВ в городе Набережные Челны работали. Эта встреча, она, наверное, очень важна в то время, когда все и вся ставится под сомнение, в том числе и профессиональные журналистские образования ставятся под сомнение. Очень много споров, нужно это или не нужно. Мы всегда говорим, что это нужно. Мы всегда говорим, что журналистика – это серьезная профессия. Мы говорим, что журналистика – это наука. Также на мероприятии выступил профессорско-преподавательский состав Казанского университета. Это Резида Даутова и Виктор Егоров, которые рассказали о пути телеканала. Когда встал вопрос организации кафедры телевидения, понимание того, что мы можем выйти совершенно на другом уровне к нашим студентам, это, наверное, являлось основным. Открытие кафедры – это как раз новый виток спирали. И очень классный виток, когда возникло такое творческое единение преподавателей и студентов. В финальной части встречи выступил Салават Мухаммадуллин и Ильдар Каримов с поздравительными словами. Завершением мероприятия стало представление команды «Универтовая». Адалина Абдрахманова, «Универньюз». После неудачных переговоров в Сербии и Косово в Брюсселе ситуация находится на грани столкновения. Подробнее в нашем сюжете. В 2008 году Косово-Албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохи в составе страны. На данный момент, после неудачной попытки наладить диалог, обстановка в Косово и Метохии находится на грани столкновения. Об этом 21 ноября заявил президент Сербии Александр Вучич. Ситуация в Косове тяжелая, буквально на грани столкновения. Прошу западное сообщество использовать свое влияние и попытаться повлиять на Приштину и помочь нам сохранить мир. В ближайшее время стекает ультиматум властей непризнанной республики Косово к проживающим в краю сербам. Их обязали сменить автомобильные номера, выданные Белградом, на местные. В случае отказа налагается штраф в размере 150 евро, а еще через несколько месяцев грозятся изымать автомобиля. Проблемой является то, что для сербов это принципиальный вопрос. Они приравнивают замену номеров к признанию Косово независимой республикой. Нынешний этап эскалации Косовской проблемы, он нас возвращает фактически в нерешенность данной проблемы по итогам кризиса конца 90-х годов. И в принципе демонстрирует то состояние, при котором мы можем говорить, что Косовская проблема – это проблема, ну такая своеобразная черная дыра в системе международных отношений, которая не урегулирована за долгий период времени и перспектив ее окончательного регулирования мы также не можем пока наблюдать. Точка отсчета войны в Косово принята считать 28 февраля 1998 года, когда армия освобождения Косово официально объявила, что начинают войну за независимость края. Первой мишенью боевиков АОК стали югославские полицейские. После нескольких таких нападений армия центральных властей атаковала несколько населенных пунктов рядом с Дреницей. В результате теракта были погибшие, в том числе женщины и дети. Данный акт насилия имел международный резонанс. Конфликт начал перерастать в интернациональный, когда осенью того же года число жертв достигло тысячи человек. И с края начался отток беженцев всех национальностей и вероисповеданий. Сербия, как и некоторые другие страны, в том числе и Россия, не признают независимость Косово. Полина Корнеченко, Универньюз. На этом все. В студии была Софья Полоснова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok